Здравствуйте, дорогие абитуриенты и, возможно, их родители. Сегодня я вам расскажу о программе по социологии, бакалаврской программе по социологии, которая доступна в московском кампусе. Начну с того, кто такой социолог, поскольку, наверное, вы часто сталкиваетесь с тем, что когда вы говорите о том, что вас интересует социология, окружающие люди ужасаются. Как? Социолог? Это же человек с анкетой, который ходит по супермаркетам и пристает к нормальным людям. Но это не так. Социолог – это не интервьюер. Вернее, можно сказать, что социолог может быть интервьюером, он умеет задавать вопросы, умеет собирать данные, но это не основная его функция. Основная функция социолога – это аналитика. Поэтому я вам представляю нашу программу, которая готовит аналитиков, аналитиков самого широкого профиля, которые способны анализировать как качественные, так и количественные данные, как то, что люди говорят словами, так и превращенную в цифру их мнение или их поведение. Поэтому человек с анкетой – это интервьюер и совсем не социолог. Социолог – это тот, который умеет создавать анкету, умеет измерять различные параметры человеческого поведения и мышления, и который умеет их анализировать самыми современными методами. Другое популярное заблуждение – это то, что социолог – это чистый гуманитарий. Это человек, который может лишь рассуждать об обществе, но ничего толком измерить и проанализировать с помощью современных статистических методов не может. Вот это тоже заблуждение, которое хочется сегодня развенчать. На нашей программе подготовка осуществляется не только по социальной теории или социологической теории, но также очень большой блок дисциплин посвящен обучению студентов именно современным методам анализа данных. Поэтому социолог – это человек, который должен знать и математическую статистику, и теорию вероятности, обладать навыками программирования и даже основами анализа больших данных. Вот здесь на презентации приведена цитата одного из наших выпускников, Дмитрия Крылова, который в свое время работал в Маккензи в Лондоне, и его мнение таково, что бакалавриат социологии вышки обеспечивает тот самый баланс между прикладными и мировоззренческими дисциплинами, между статистическими различными пакетами и анализом данных и гуманитарными теоретическими знаниями. Поэтому если этого баланса нет, то вы либо прикладной человек, который способен только изучать и анализировать данные, либо философ, который может уметь рассуждать об обществе, но не способен соотнести свои рассуждения с эмпирическими данными. Социолог – это тот, который умеет делать это и другое, который имеет баланс между вот этими прикладными знаниями и умениями, навыками и мировоззренческими, социологическими и даже более широко теориями, которые разработаны в социальных науках. Давайте посмотрим на то, какие учебные курсы и программы предлагаются на нашей программе. И если вы откроете наш сайт, зайдете в раздел «Учебных планов», то вы увидите, что наш учебный план соответствует самым высоким стандартам сегодняшнего международного уровня преподавания социологии. Поэтому наши выпускники очень успешно могут продолжать обучение на магистрских программах, как в России, причем не только на социологических, так и за рубежом, и тоже не только на социологических. Более того, зарубежное обучение возможно еще и потому, что у нас на программе вы можете освоить английский язык, профессиональный английский язык на достаточно высоком уровне. И это не потому, что наши преподаватели английского языка каким-то чудесным образом могут вас этому научить. Это потому, что многие курсы преподаются на английском языке, и английский язык осваивается как инструмент, исчезают барьеры. Люди могут говорить профессионально, поддерживать профессиональные беседы на английском языке, могут писать аналитические тексты, записки, могут читать литературу профессиональную на английском языке и, соответственно, могут в дальнейшем учиться на тех программах, которые за рубежом читаются, на тех программах, на которых английский язык является основным. Кроме того, попробовать обучение на английском языке, когда не только отдельные курсы, но и все курсы программы даются на английском языке, и можно во время наших обменных визитов. Наши студенты довольно часто выезжают за рубеж на один семестр или на два и учатся в зарубежных вузах на английском языке, подбирается им соответствующая программа, которая соответствует тем компетенциям и навыкам и знаниям, которые требуются для того, чтобы вы получили диплом социолога, но при этом вы получаете и жизненный опыт жизнев за рубежом и понимаете, как работает их образовательная система. Многие студенты, которые уезжают на эти обменные программы, возвращаются к нам и с удовлетворением отмечают, что наш уровень преподавания и наши программы, наши курсы ничуть не хуже, а иногда даже лучше зарубежных аналогов. Если посмотреть более детально на систему курсов, то вы увидите, что здесь как раз реализована та идея баланса между теорией и практическими навыками. Поэтому здесь очень сбалансировано сочетаются обязательные выборные курсы, то есть студенты могут самостоятельно выстраивать трек, свой образовательный трек в зависимости от личных интересов и фокуса их последующего представления о последующей карьере, а также баланс между теорией и анализом. Здесь есть и социологическая и экономическая теория, у нас преподается на самом высоком уровне профессиональными экономистами, а также в курсах по анализу данных используются и стат-пакеты, такие как SPSS, и STATA, и AR, и студенты обучаются навыкам программирования на питоне, и в дальнейшем есть выборные курсы, которые они могут пройти и получить более развитые навыки анализа больших данных. Помимо этого, как и во всей вышке, на нашей программе есть сочетание между мейджором, это теми дисциплинами, которые преподаются для того, чтобы студент стал профессиональным социологом, а также и майнер, это дополнительные дисциплины из других специализаций, причем выбор здесь достаточно широк. Здесь и экономика, и менеджмент, и политология, и право, и психология, и история, и много-много других. Опять же, познакомиться со списком таких майнеров вы можете на сайте вышки, каждый год этот список только увеличивается, и наши студенты с удовольствием учатся на майнере, получая такую дополнительную специализацию. Хочется, конечно, отметить и то, что все вот эти достижения ценятся нашими коллегами, зарубежными коллегами. Наша программа по социологии в последние годы очень сильно подросла в международных рейтингах. Наверное, самая большая наша гордость – это то, что мы вошли в 50 лучших программ по социологии в мире по рейтингу КУЭС. Вы видите, мы начали с 200, но постепенно двигались, и сейчас входим в 50 лучших программ мира по социологии. Ну и в других рейтингах мы не так тоже растем и тоже развиваемся. Причина, почему это так? Почему мы так высоко в данных рейтингах позиционированы? На нашей программе, на наших курсах преподают специалисты, которые являются международно признанными специалистами в своей области. А что такое международно признанный специалист в академическом мире? Это человек, который проводит исследования и публикует результаты своих исследований в ведущих международных журналах. И здесь мы видим большой прогресс тоже среди наших преподавателей, даже молодых. Много людей, которые способны проводить исследования мирового уровня. А те, кто умеет проводить исследования такого уровня, они умеют преподавать. Как это делать? Поэтому наш фокус нашей программы на аналитической составляющей как раз и позволяет нашим студентам учиться бок о бок с теми, кто умеет это уже делать на очень высоком уровне. Что будет с вами после окончания бакалавриата? Вы видите здесь, что на этой диаграмме мы представили сферу трудоустройства выпускников за несколько последних лет. В основном наши ребята идут в маркетинговые исследования. Причем как на сторону к заказчику, то есть это большие крупные компании, которые имеют свои маркетинговые подразделения, так и на сторону к исполнителю, то есть в сами маркетинговые агентства, которые как раз и занимаются этими исследованиями. Наша гордость это то, что в последние годы стала расти доля тех, кто устраивается в IT-индустрии, в телекоммуникациях, то есть в тех областях, где требуется действительно знание языков программирования, умение программировать и умение анализировать данные, большие данные, которые сегодня собираются уже не столько социологами, сколько людьми, которые умеют это делать с помощью программирования. И остальная часть пирожка, как вы видите, довольно-таки разнообразна. Тут и СМИ, и медиа, и торговля, и продажи, и производство, и издательское дело, даже в госорганы некоторые из наших выпускников пошли, HR, PR, GR и так далее. Почему это так? Почему выпускник социологии может найти очень много места для приложения своих умений и навыков? Потому что социология дает эти навыки. Более того, основная задача наша на программе всех преподавателей, меня в частности, как руководителя этой программы, это дать ребятам возможность освоить именно аналитические методы. Критический анализ, критическое мышление – это то, что является продуктом нашей образовательной программы. Поэтому человек, умеющий мыслить критически и аналитически, может найти себе применение в самых разных областях, и в аналитической, и в управленческой. И поэтому социология, как такая бакалаврская программа, наверное, одна из тех программ, которая позволяет ребятам, которые еще, может быть, не вполне знают, кем бы они хотели быть, найти себя в процессе обучения, понять то, что их интересует, то, что им нравится, и уже сделать свой информированный выбор в дальнейшем, либо в дальнейшем обучении, в образовательной стратегии, пойти на магистрские программы или даже на PHD, или сразу пойти работать, но уже понимая, кем он хочет быть и какой работой заниматься. Наши выпускники, вы видите, здесь очень маленькая доля успешных выпускников, то есть успешных у нас очень много, но вот мы их здесь на одном слайде не можем уместить. Мы представили несколько человек, которые в самых разных областях достигли достаточно высоких результатов. Это и Марк Шафир, который сам основал свой собственный маркетинговый бизнес и сейчас успешно руководит компанией «Радар». Более того, все работники Марка – это выпускники нашей программы, ну или как минимум подавляющее большинство из них. С другой стороны, мы видим и людей, которые ушли в науку, в академическую науку или даже в университетскую академическую науку. Это Костя Фурсов, который в свое время, он сейчас уже еще дальше пошел, был заведующим отделом исследований и длинистативности научно-технической деятельности Института статистических исследований. Это и Игорь Чериков, который сегодня работает в университете Калифорнии. Ну, также вы видите здесь и наши совсем недавние выпускники. Это Анна Соколова, которая продолжает образование за рубежом, Ольга Лещенко и так далее, и так далее. Вот здесь список университетов, которые поступили наши выпускники в 2020-2021 годах на магистрские программы. Почему все это стало возможно? Потому что, конечно, студенты, которые поступают к нам, не только наши преподаватели, но и студенты, которые к нам поступают, это очень классные ребята. Я когда смотрю на наших студентов, мне кажется, боже, какое это счастье эти четыре года провести в таком коллективе. Поскольку, когда вы выбираете программу или выбираете университет, конечно, важно, кто вас будет учить, но очень важно, с кем вы будете учиться. И на нашей программе качество наших студентов очень высокое. Здесь вы видите, наверное, пугающие 395 баллов из 410 возможных в 2021 году. Это проходной балл на бюджетные места. Но вы видите здесь звездочку 372, потому что на нашей программе в 2021 году было 95 мест бюджетных. 93 места из этих 95 заняли победители и призеры Олимпиад. Поэтому в нашем университете существует такое правило. Если все места занимаются, или большинство мест занимается победителями и призерами Олимпиад, Вышка сама финансирует обучение ребят, которые поступили по ЕГЭ. И вот когда мы набрали, расширили количество бесплатных мест за счет средств НИУФШ, наш балл снизился до 372. В этом году у нас больше мест, количество бюджетных мест увеличилось на 20 штук. И мы прогнозируем снижение этого 395, возможно, до тех 372, которые были в прошлом году для того, чтобы поступить на бесплатной основе. Для того, чтобы к нам поступить, нам нужно сдать, вступить на экзамены по четырем предметам ЕГЭ, математику, общество, знание, иностранный язык и русский язык. Это минимальные баллы. Если вы сдаете на них, то вы поступаете, гарантированно поступаете. Но, скорее всего, если это близко к минимальному, то только на платной основе. Если вы набираете высокий балл, который в районе 372-370, то, скорее всего, вы поступите на бюджет. И если это, например, не так, если вы не добрали чуть-чуть, то у нас существует гибкая система скидок, когда ребята, которые набрали много, но недостаточно все-таки, чтобы пройти на бюджет, получают 70% скидки, 50% или 25%. Также предусмотрены различные льготы для победителей и призеров Олимпиад. Если мы посмотрим на динамику, мы видим, что проходной балл устойчиво рос в последние годы. 2021 год – это здесь два столбика. Синий – это как раз чисто бюджетный прием, а зеленый – это с учетом тех мест, которые были предоставлены вышкой за свой счет. И надеемся, что и в этом году к нам придут такие же мотивированные, такие же увлеченные студенты, глаза которых будут гореть и души которых будут открыты тему новому и интересному, о чем они будут узнавать на нашей программе. Надеюсь, вы получили какое-то общее представление о том, что такое наша программа, как на ней учиться, чему на ней учат и куда после нее можно пойти работать или учиться. Более подробно приходите, чтобы узнать более подробно, приходите на наш День открытых дверей, обращайтесь ко мне, мы вам все расскажем, все покажем, ничего тайного у нас нет. Ждем вас на Днях открытых дверей, а также во время приемной кампании при поступлении в высшее учебное заведение. Большое спасибо, до свидания. Спасибо. Спасибо. Спасибо.